Здравствуйте, это выпуск в студии Ксения Касты о главных событиях к этому часу. Не поспевает за ветшанием жилого фонда. Проблема с жильем стоит уже много десятилетий. Мы почти по всем позициям, к сожалению, у нас меньше. И площадь на человека у нас 25 метров. На Западе в два раза больше. В Китае чуть-чуть больше. Возводим много. Это, в принципе, уже добились мы. Но речь идет больше о ветхом, аварийном фонде. Все-таки ветхое жилье, не будем брать стихийные бедствия, образуется в государственном секторе. Я не встречал ветхих домов в частном секторе. Человек следит за каждой дощечкой, за каждой баночкой краски, шпингалетом. Он ремонтирует постоянно, потому что это его жилье. Поэтому здесь, конечно, проблема перебор с государственным сектором жилья. Если бы мы давно, лет 50 хотя бы назад, дали возможность, чтобы было больше частного жилья, то мы вот этого фонда ветхого жилья... Здесь что плохо? Люди живут и не могут изменить свои условия. Вот мучительный процесс ожидания. А государство не успевает. Это все как бы минус на минус. Плюса никакого нет. Значит, первый момент. Это, конечно, снять все ограничения на строительство частного жилья. Надо начать с того, что нельзя лишать людей единственного жилья. В ветхое жилье переселяют черные риэлторы. Оно практически и не освобождается из того, что туда подбросили незаконно... Те, у кого незаконно отобрали жилье. Ну, мы же, по-моему, еще не приняли закон, запрещающий полностью под залог жилье. Никаких видов залогов, никаких риэлторов нужно. Нотариуса должна рука не иметь, чтобы он оформлял сделку купли-продажи или отчуждения, или дарения. Особенно одинокие граждане и старшем возрасте. В ЛДПР считают, что даже через десятилетия Россия вряд ли сможет достичь уровня жизни, приближена к европейской, если будет продолжать вывозить добываемое сырье за рубеж. По мнению депутата Андрея Кузьмина, нефтепродукты нужно перерабатывать в России, а не давать работу иностранным гражданам, чья жизнь на порядок выше российской. Если россиянин на свою среднюю заработную плату в целом по стране, о которой многие мечтают только об этой средней заработной плате, в целом по стране может купить, по-моему, там 900-920 литров бензина 95-го, норвежец может купить 2,3 тонны, то есть 2300 литров на свою зарплату. Почти в три раза больше. А о чем можно говорить? И норвеги добывают бензин, и мы добываем нефть, и норвеги перерабатывают нефть, получая бензин, и мы перерабатываем. У нас в стране 37 заводов, а сколько у наших госкорпораций, у нашей Роснефти, за границей заводов, которые тоже перерабатывают нашу же нефть. То есть это вопрос, первая, наверное, была такая вот серьезная инициатива и лидера партии, и, ну, самой партии, скажем так, в лице Владимира Вольфа и Сижириновского, вообще перестать сырье вывозить за пределы нашей территории. Мы добываем, и сырье должно оставаться здесь. Почему мы даем работу за рубежом? Мы инвестируем в страны. Это при том, что у нас уровень жизни, 20 миллионов у нас находится за чертой бедности, и уровень жизни очень низкий. Давайте сравним европейскую деревню, ну, к примеру, Австрия, где не добывают нефть. Там нет нефти, но у них полтора евро литр бензина. Это немногим больше, чем у нас. Вот совсем немногим больше, чем у нас, я хочу сказать, там всего. Ну, может быть, в два раза. Но уровень жизни в Австрии и уровень жизни в России, где ты приезжаешь в австрийскую деревню и не боишься пройти в туфлях по улицам, у нас в сапогах пройти невозможно. Так что там в сапогах там? Внедорожник завязнет по самое неболусе. Вот это соотношение. Понимаете, если мы перестанем торговать ресурсами, сырьем, наверное, это будет правильно. В Уфе 83-летний пенсионер Фаткула Исхаков вышел на пикет к зданию прокуратуры Башкирии и объявил голодовку. Таким образом, мужчина добивается реабилитации за чужое преступление. Ранее он уже был осужден за убийство, которого не совершал. Депутат ЛДПР Иван Сухарев заявил, что фракция поддерживает пенсионера и пытается помочь ему найти справедливость. Несколько лет назад ко мне обратился гражданин Исхаков, который, собственно говоря, отбыл срок 13 лет лишения свободы за преступление, которого он не совершал. То есть это убийство нескольких граждан. Было собрано около 450 подписей в пользу того, чтобы применить в отношении него высшую меру наказания. Это были времена еще Советского Союза и довольно-таки в молодом возрасте он получил этот срок. И отбыл от звонка до звонка, что его не сломало, потому что он был уверен в своей правоте. Мы занимаемся этим вопросом уже несколько лет. Лично я передавал документы по данному вопросу в руки генеральному прокурору, когда он выступал в Государственной Думе, в этих стенах, в стенах высшей законодательной власти. Но между тем до сих пор, как говорят, и ВОЗ, и поныне там, к сожалению. Потому что он получит право на реабилитацию, и, конечно, это существенные денежные выплаты. Ну и, конечно, должны пострадать, наверное, те, кто его осудил, кто расследовал данное дело. К сожалению, дальше вот каких-то вещей там дело не продвинулось. По-прежнему, то есть он не получил оправдания, он не получил реабилитации. И вот буквально несколько дней назад, вернее, ну, то есть где-то две недели назад, он устроил голодовку, сидя в своей машине, рядом со зданием прокуратуры Республики Башкирия. Конечно, мы будем добиваться справедливости в отношении гражданина Исакова, потому что наши граждане не заслужили такого отношения со стороны государства. Классы делятся на классы. Поборы в современных российских школ с каждым годом превращаются в рэкет, считает депутат ЛДПР Борис Чернышев. По мнению парламентария, наиболее остро от этого страдают малоимущие и многодетные семьи. Когда мы говорим о революции, мы, конечно, должны вспоминать еще о других итогах. Все-таки преодоление классового неравенства, неравенства доходов, которое должно сегодня, мы должны чувствовать, что все-таки революция прошла, позитивные итоги есть. Но когда мы поднимаем вопрос у школы и школьных поборов, которые до сих пор остаются сегодня в российских субъектах, об этом забывать нельзя. В частности, во время региональной недели я посещал Нововоронеж. Там в одной из школ, а именно в 104-й школе, постоянные идут поборы. И одна многодетная мать, которая отказалась сдавать деньги, потому что просто не хватает денег. Многодетные, по большому счету, это всегда те люди, которым не хватает, к сожалению, денег. Ее заставляют забирать своих детей из этой школы и переводить в другую. Мы не можем не вспомнить другой случай, который произошел абсолютно недавно. Когда девочку, мать которой тоже не могла скинуться на очередное празднование, какую-то посиделку в школе, которая предложила вместо того, чтобы скинуться, что-то приготовить для школы, просто выгоняют из-за стола вот эта мама, ребенка, которая сдала деньги. Мы видим, что тем самым продолжается разделение на классы. Продолжается монгольская конница, с одной стороны, скачет по нашей стране, а с другой стороны, это гражданская война, деление на белых, красных, имущих и неимущих. Вот эти итоги октября и переворота мы, к сожалению, сегодня не имеем. Поэтому крайне актуально сегодня слушать те позиции и тот голос патриотов, голос ЛДПР, который звучит в стенах Государственной Думы. Тарифы растут, качество услуг падает. Так охарактеризовал положение в сфере ЖКХ депутат ЛДПР Василий Власов. Парламентарий отметил, что ежегодный рост тарифов совершенно не предполагает повышение качества услуг. По мнению первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственностью и земельным отношениям, это совершенно неправильный процесс. Власов призвал россиян не платить за некачественные услуги. Мы, представители ЛДПР, недавно предложили не платить нашим гражданам за некачественные услуги ЖКХ. Еще раз подчеркиваю, это наша позиция, когда люди вынуждены платить за ржавую воду, которая течет в их кранах. Когда люди вынуждены платить за отсутствие отопления, платежки им приходят. Я считаю, это неправильно и допустимо. Здесь должны работать законы бизнеса. Если ты получаешь некачественную услугу, ты за нее платить не должен. Почему наши граждане, получая из года в год некачественные услуги ЖКХ, должны за них платить? В данном случае я предлагаю расчетный период месяц. Соответственно, если доказано управляющей компанией, что в определенный период времени были перебои с водоснабжением, в определенный период времени были перебои с электроэнергией, я считаю, что наши граждане не должны платить за этот период и должны быть вычтены эти доходы непосредственно из платежа, которые существуют и приходят нашим гражданам. Абсолютно такая ситуация с теплоснабжением. Мы получаем огромное количество жалоб на те управляющие компании, которые сегодня работают. Давайте поставим их на место и давайте не будем платить за некачественные услуги ЖКХ. К этому часу у меня все новости. Оставайтесь на канале ЛДПР-ТВ. До свидания. Продолжение следует...